Северсталь во второй игровой день Кубка Республики Башкортостан встречалась с московским «Динамо». Тренерский штаб червейского клуба снова включил в состав несколько совсем молодых игроков. Мы стараемся не играть основным составом, а стараемся дать шанс молодым ребятам, чтобы они почувствовали вот этот хоккей мужской. Были, конечно, ошибки, не без этого, будем исправлять. Этот матч по накалу почти ни в чем не уступал встрече регулярного чемпионата. На двоих команды забросили девять шайб. Счет открыли «Динамо» овцы, отличился Дмитрий Рашевский. Через полторы минуты Владислав Михайлов удвоил преимущество. Вернувшийся в Северсталь, как раз из московского «Динамо» Александр Питунин одну шайбу отыграл в концовке периода. Вторая двадцатиминутка прошла под диктовку «Белоголубых». В середине игрового отрезка Владислав Ефремов восстановил преимущество «Динамо» в две шайбы. Череповчане были не согласны с таким положением дюэл. Данил Вовченко реализовал большинство и вернул болельщикам «Северстали» надежду на камбэк. В третьем периоде экс-череповчанин Владислав Кадола, выступающий теперь за «Белоголубых», отличился при игре 5 на 4. Далее Андрей Разин пошел ва-банк. Москвичи заработали два удаления подряд, и тренерский штаб «Череповчан» снял вратаря и вывел шестого полевого игрока. Однако план не сработал, и Роман Абросимов, выйдя со скамьи штрафников, отправил шайбу в пустые ворота «Череповчан». «Северсталь» не сдавалась, играла до конца, и Александр Питунин забил еще два гола. Сначала при игре 6 на 4, а затем 5 на 4. Таким образом нападающий оформил хет-трик в матче против бывшего клуба. Итог встречи 4-5, поражение «Северстали». Начали хорошо, реализовали большинство, еще несколько хороших голов забили, но начались удаления у нас в третьем периоде, из-за этого «Северсталь» сократила счет, и, если честно, уже начали переживать, что можем эту игру упустить. Турнир в Уфе завершится 13 августа. «Северсталь» в заключительном матче сразится с хозяевами льда Салаватом Юлаевым. Владимир Сентябрёв, Новости.